Коронавирус как источник дохода. К продавцам бесполезных средств для защиты от COVID-19 добавились и блогеры. Например, эта дама рекламирует сахарные дрожжи, якобы заряженные чудодейственным сигналом, которые активизируют защитные реакции организма. Честно сказать, я уже капец как заколебалась сидеть дома, поэтому мы с ребятами намылились пойти погулять, предварительно, естественно, выпив коронапротект, шарики. Адель Сергеенкова живет в элитном поселке Барвиха. Модный инстаграм-блогер с аудиторией 2,5 миллиона подписчиков. Раньше учила на своей странице правильно пользоваться средствами контрацепции. Теперь рекламирует препарат от коронавируса. Цена вопроса 2200 рублей. Сергеенкова уверяет, катышками, спасающими от чумы 21 века, почует всю свою семью. Это мои любимые катышки, на которых я живу уже больше пяти лет. Поэтому принимаю. Я, дети, все мы. В общем, я в это верю. Если вы верите тоже, если вам это откликается, то, пожалуйста, цена вопроса вообще невелика, и вы заметите результат. Такой пиар возмутил ее коллег по благосфере. Они выяснили, что под маркой «Чудо-средства» скрывается обычная кондитерская посыпка. Я обратилась непосредственно к продавцу и попросила рассказать подробнее про препарат. И вместо сложных химических формул мне рассказали про нон-парель. Секундочку. Нон-парель – это, по-моему, такая сладкая кондитерская посыпка. Ей еще любят кексики украшать и куличи на пасху. Радикально новое средство от поражающего весь мир заболевания по документам значится как сахарное драже. Правда, декларация соответствия датирована 2017 годом. Препарат против COVID-19 появился раньше самого вируса. Мало того, что Адель сама потребляет свой коронапротект, так она еще и агитирует хряпнуть волшебную таблеточку и гулять в карантин. Ну а что? Места в коммунарке всем хватит. А на Баганьковском кладбище так и подавно. Просим Сергеенкову рассказать о чудодейственном средстве. Блогер берет сутки на размышления, а потом выставляет нам счет в 200 тысяч рублей за короткое интервью. Поставляет препарат медицинский центр из Ростова на Дону. Директор центра Александр Кудаев рекомендует себя как специалист международного уровня в области биорезонансной терапии. Он уверяет, дело не в самом драже, а в особом способе его обработки. Посыпку заряжают с помощью специального устройства, а затем рассылают по всей стране, в том числе в Петербург. Кудаев клянется, их препарат буквально заставляет организм эффективно бороться с угрозой. Эти препараты не убивают вирус. Эти препараты повышают ресурс организма и показывают организму, как нужно выходить из создавшейся ситуации. Люди, которые эти препараты принимают, все, кто переболевает коронавирусом, они все переболевают в легкой форме. Способ обработки драже в медцентре продвигают как инновационную технологию. Вот только инновации этой 100 лет в обед. Еще в 90-е россиянам сулили излечение едва ли не от всех болезней, с помощью заряженных гранул. Это называлось гомеопатией, которую официальная медицина давно считает лженаукой. Это связано с некими паранаучными, лженаучными, околонаучными представлениями о том, что можно нанести некие информационные поля на сахарные шарики. И эти информационные поля будут улучшать иммунитет. Никаких информационных полей современная физика не знает. Все эти фейковые лекарства представляют действительно серьезную опасность. Реклама чудо-средства появилась в сети в середине апреля. После массы негативных откликов в благосфере Коронапротект переименовали в загадочный энергоинформационный препарат. И теперь продавец готов пересылать драже бесплатно. Объясняя этот очевидно рекламный ход заботой о ближнем. Ученые не смогли разработать эту вакцину, либо средства защиты от коронавируса. И очень странно, когда появляются какие-то компании, которые позиционируют себя, как те, кто изобрел эту волшебную таблетку. Их действия могут быть проверены по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Срок ответственности, по которой, когда он совершен группой лиц и в особо крупном размере, предусмотрен до 10 лет лишения свободы. Но блогеры тоже несут ответственность. Еще в 2014-м Верховный суд обязал их проверять достоверность информации, которую они размещают на своих страницах в соцсетях. Сегодня это особенно касается средств, якобы защищающих от коронавируса. По мнению ученых-биологов, подобные препараты во время пандемии могут нанести непоправимый вред здоровью. Надеясь на спасительное средство, человек неминуемо начнет пренебрегать с мерами безопасности, тем самым увеличивая риск заражения себя и всех окружающих. Владислав Беляков, Оксана Дмитриева, Степень защиты.